Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Это сейчас он известен как единственный российский артист, получивший приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль. Но в начале карьеры Константину Лавроненко не на что было кормить семью, а из-за постоянных скандалов дома он едва не разрушил свой брак. Труппа Сатирикона много гастролировала, и актеры крепко подружились, находясь рядом целыми днями. Спустя год Константин понял, что испытывает к одной из коллег Лидии Петраковой не просто симпатию. Женщина была замужем за Степаном Старчиковым, однако вскоре разошлась с ним. Вскоре влюбленные поженились, но нельзя сказать, что в их семье всегда царила гармония. Ситуация обострялась постепенно. Константина Николаевича пригласили в Ленком. Затем он участвовал в моноспектаклях и проекте «Мастерская клима». Сутками Лавроненко пропадал в театре, а денег в дом почти не приносил. Отношения супругов оказались под угрозой, когда однажды в ответ на упреки жены артист заявил, что им нужно расстаться, и вновь отправился на работу. Как мудрая женщина Лидия поговорила с мужем и помирилась с ним. Спустя год после инцидента у влюбленных родилась дочка Ксения. Однако легче не становилось, театральные проекты по-прежнему приносили копейки. «Иногда на стол нечего было поставить, кроме чашки макарон». «Я срывался. Случались и серьезные ссоры, и разрывы, но из дома я больше не уходил», – подчеркивал артист. «На полгода провалился в жуткую депрессию. Может, во всем вообще виноват пресловутый кризис среднего возраста?» «Я написал памятку о собственной никчемности, завязал с театром и отправился бомбить на своей шестерке. Несмотря на то, что у меня даже появились свои маршруты, возить людей было совсем неинтересно. Да и могла ли творческому человеку понравиться работа таксиста? Затем он трудился маркетологом и мерчендайзером молочной продукции, пока однокурсник не позвал на должность замдиректора ресторана при театре Дорониной. Деньги, наконец, появились, а вот вдохновение напрочь пропало. Оставалось лишь извиниться перед приятелем и вернуться в актерскую профессию. Когда Лавроненко почти утратил веру в себя, ему позвонил ассистент Андрея Звягинцева. Выяснилось, что в далеком 1991-м режиссер видел одну из постановок с участием актера и теперь отчаянно пытался разыскать его. Константин Николаевич был первым, кого драматург позвал на кастинг «Возвращение», а спустя 9 месяцев стал последним, кого он утвердил на роль. В одном из интервью Константин Лавроненко не смог промолчать об ужасной аварии, в которую попал в июле 2012-го под Ярославлем. Не из-за себя, а из-за семьи, пострадавшей в катастрофе. Водитель вез актера на Митсубиси Паджеро и лоб в лоб столкнулся с Тойота Камри, где находились отец, мать и их маленькая дочка. Последствия аварии оказались нешуточными не только в моральном плане. Из-за травмы вернуться к работе было тяжело.